13-й день военной операции Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации. Кремль пытается спасти ситуацию и перебрасывает войска с Покровского направления в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук в интервью изданию «Нехта». По его данным, уже более 80 населенных пунктов находятся под контролем Украинской армии в Курской области. На Курске они попытались все решить внутренними своими резервами, группировки войск в север. Однако видим, что сегодня это, мягко говоря, не получается. Поэтому, например, 200-я мотострелковая бригада российская с Краматорского направления уже первое ее подразделение перебрасывает на Курск. И с преднепровского направления, вполне вероятно, может подтянуться 80-я отдельная мотострелковая бригада, которая тоже сегодня готовит, насколько мне известно, свои батальоны к переброске на Курск. Потому что внутренних резервов группировки войск в север на сегодня не хватает для того, чтобы остановить продвижение сил обороны Украины. Россия перебросила в Курскую область арктическую бригаду, Росгвардию, полк «ХМАТ» и даже подразделения из Калининграда. В качестве пехотинцев перебросили даже военнослужащих воздушно-космических сил с аэродромов «Украинка» в Алтайском крае, «Белая» в Иркутской области и «Энгельс» в Саратовской области, а также военнослужащих с одного из российских космодромов и частей радиолокационных станций предупреждения о ядерном ударе. Тем временем ВСУ продвигаются по территории Курской области. В воскресенье вечером стало известно об освобождении от российских войск населенного пункта Апанасовка Курской области. Сегодня же генерал Сырский докладывал о продолжении нашего движения в Курской области. В Курской области операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие дела. Сейчас укрепляем наши позиции, плацдарм нашего присутствия становится сильнее. И также благодарю каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военнопленных. Это важно, это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого нужно вернуть домой. Это морская пехота армии Российской Федерации бежит с населенного пункта в мандир роты и в плену. На этом видео из-под ударов украинской армии бегут российские морские пехотинцы. А вот российские военнослужащие, переодевшиеся в гражданскую одежду, они прятались в одном из жилых домов на контролируемой ВСУ территории Курской области. Сняв форму, эти сладаты ухудшили свое положение, выйдя из-под защиты Женевской конвенции. А вот один из пока не попавших в плен российских военных жалуется, что жители Курской области бегут и не желают защищать родную землю. Куда вы уезжаете? Отдайте машины, блядь, свои пацанам, которые сейчас будут класть жизни свои, блядь, за то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Остановитесь, блядь! Тем временем украинские десантники в Курской области взяли в качестве трофея новый российский танк Т-90. Украинские бойцы рассказали, что россияне в панике покинули танк без боя, предварительно доведя его до неисправного состояния. Однако украинские военные оперативно его отремонтировали, и теперь танк будет использоваться уже вооруженными силами Украины. Назвали мы его «Пирожок», потому что сладенький такой пирожок попался нам. 41-я механизированная бригада Украины провела учение с боевой стрельбой на фоне операции в Курской области. Место проведения учений не раскрывается по соображениям безопасности. Заместитель командира бригады заявил, что Украина пишет военную историю в своей войне против России. То, как будет выглядеть война будущего, это делается сейчас нами, вооруженными силами Украины. Мы пишем сейчас историю. И показываем всему миру, как нужно будет воевать в 21 веке. Сегодня появились спутниковые снимки моста через реку Сейм, перед этим уничтоженного украинскими ударами из Химорс. Накануне видео этой операции опубликовал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук. В правительстве Британии не против использования ВСУ танков Challenger 2 в наступлении в Курской области. Это удалось узнать журналистам Sunday Times у своих источников в правительстве. Новость появилась на фоне сообщений о том, что США до сих пор не дали Британии добро на использование украиной ракет «Сторм Шэдоу». Мы делаем всё, чтобы дать нашим воинам необходимое вооружение, необходимое усиление. И в этом смысле нам очень важно, чтобы наши партнёры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как того требует ход войны. Дальнобойность для наших сил – это ответ на все самые важные стратегические вопросы этой войны. Тем временем, кроме военной, украинская армия осуществляет в Курской области и гуманитарную миссию. Украинские военные во время обхода домов обнаруживают ужасающие факты. Бежавшие в панике россияне бросали в запертых квартирах без еды, воды и ухода даже своих больных родственников. Совместно с Министерством внутренних дел Украины организована доставка продовольствия, воды и медикаментов. Россия тем временем нагнетает обстановку вокруг темы ядерной безопасности. Несколько дней подряд российские блогеры писали, что Украина якобы может использовать удар по Курской АЭС для создания эффекта грязной бомбы. Напомним, за несколько недель до подрыва россиянами Каховской ГЭС российское Министерство обороны выступало с похожими заявлениями. Пытались заранее обвинить в подрыве станции украинцев. Тем временем белорусский диктатор Лукашенко вновь заговорил о ядерных ударах и войне с Польшей. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзников бы осталось. А лучшее, что они хотят со стороны этих мерзких поляков, руководителей Польши, захватить Беларусь и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта. И в данном случае, конечно, нам почти невозможно было бы в такой ситуации защищаться. Это мобилизация и настоящая война должна была быть. А Рамзан Кадыров тем временем приспособил модный грузовик Тесла Сайбертрак под свои вкусы. На крышу машины он сгромоздил пулемет и сообщил, что электромобиль прислал ему Илон Маск. Сам глава компании Тесла пока эту историю не комментировал, а Кадыров пообещал отправить Сайбертрак на фронт в Курскую область. О наличии розеток для зарядки электромобилей под Курском ничего дополнительно не сообщается. Продолжение следует...